Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моего 9-летнего сына на протяжении двух лет оскорбляет и унижает одноклассника. Откуда вы знаете, что происходит именно это? Как относится к этому ваш сын? Что вы называете оскорблениями и унижением? Потому что дети очень часто только и общаются взаимными оскорблениями и унижениями. Живёт он рядом с нами, сначала я пыталась помочь сыну справиться самостоятельно, но это не помогло. А ваш сын как? Он обращался к вам за помощью? Или как? То есть, ну, почему вы решили ему помочь? Это первое. Второе, Дарья, в таких ситуациях, на мой взгляд, Помогать нужно не вам, потому что в таких ситуациях вопрос решается, ну, мужчины. Мужчины вопрос решается, вот. И женщины здесь, ну, к сожалению, вот не облабают теми, теми навыками, теми знаниями, скажем так, Ну, вот, которые могли бы помочь вашему сыну. Потому что, ну, вы судите вот несколько со своей колокольной, да, вы несколько по-своему это видите. А вот, а ваш сын может это видеть по-своему. Вот, и... На мой взгляд, вам бы нужно привлечь, привлечь мужскую фигуру, вот, к этой ситуации. Вот, потому что, ну, как я уже сказал, на мой взгляд, вы сами сделать ничего здесь не сможете, вот. Поэтому мой вопрос заключается в том, есть ли у вас возможность привлечь мужчину, мужчину, для того, чтобы помочь вашему ребенку, да, если он сам этой помощи просит, вот, если он сам этой помощи хочет, вот, и дальше вот таким образом решить эту проблему. Вот, потому что, повторюсь, вы видите эту ситуацию одним образом, а ваш ребенок видит эту ситуацию другим образом. И он эту ситуацию не может, скорее всего, решить тем образом, который, ну, вот, предлагают себе, к сожалению. Вот. Дальше. Потом начал его бить. Кто кого начал бить, ваш сын или его. Ну, разговаривала с родителями этого мальчика, ну, да, то есть, испугалась за какое-то время, затем все заново, я снова обращалась с родителями, это не возымело никакого действия, обратилась в ПДН, но его не доставили. Ну, все просто поговорили. Скажите, пожалуйста, вот, вы разговариваете с родителями, пытаетесь поставить его на ПДН, это вы делаете, ну, как-то, вот, в рамках того, что ваш сын говорит вам? Или это только ваша инициатива, вот, я бы вот на эти, на это бы обратил внимание, потому что вы просто, ну, вот, в данном случае, да, конечно, вы поступаете как родитель. Вот, вы пытаетесь, ну, вы ощущаете как бы своего ребенка, это понятно. Вот, но... Чего хочет ваш сын сам? Вот. То есть. Чего он хочет? Чего? А... Только ли один у него, например, друг? Или у него нескольких друзей? Уверены ли вы в том, что если бы было вот всё так, ну, плохо, да, а уверены ли вы в том, что ваш сын, например, не обратился бы, там, допустим, за помощью к другим ребятам, там, и так далее, вот, то есть это вот, на мой взгляд, такой довольно важный момент, вот, в эту историю, потому что, ну, как мне это видится, по крайней мере. Самое страшное, что мой сын с вами хочет дружить, с ним дружить, я объяснял ему что-то неважение к себе сейчас, прямо запретил общаться с ним, но сын психует и хочет с ним гулять, подсказать, пожалуйста, что делать, может, у него какой-нибудь синдром жертвы. Уверены ли вы в том, что вы делаете это для сына, вот, ну, вот, что тут всё. Потому что у меня, например, сложилось такое, вот, впечатление, что, возможно, вы это делаете не для сына, вот, сейчас, в полной мере. Вот, делаете для себя и говорите про, ну, про отсутствие уважения к себе, вот. А что касается того, вот, что у вашего сына, да? Что, на мой взгляд, сначала нужно увидеть характер взаимодействия вашего сына с ним, вот. И, как мне кажется, больше доверять вашему сыну, вот, в плане, ну, вот, выбора им, партнёров для друзей, вот. Потому что, то, что делаете вы, и то, как вы это делаете, да, вот, есть такое, такое подозрение, вот, есть такое подозрение, что вы это делаете всё-таки не совсем для вашего ребёнка, а есть ощущение, что вы это делаете больше для себя, вот. И если вы это делаете для себя, то, ну, как бы, своим сыном вы отношения, в принципе, можете очень легко испортить. Запретами и так далее, вот, поэтому я думаю, что вам можно, вам можно своему, значит, своему сыну озвучить то, что, как вы к этому относитесь, да, вот, ну, то есть, озвучить то, что вам не нравится, то, что вы расстроены такой реакцией с таким поведением вашего сына, да, то, что вы, к примеру, ну, беспокоитесь за него, то есть, что вы, там, переживаете за него, но, в конце концов, уважать его решение, да, дружить с тем, с кем он хочет. Наверное, то есть, вот, вы говорите про неуважение, но, вы, вы уважаете своего сына, да, вот, используя, условно говоря, ну, запреты, да, и так далее. Вот, вот. Это, на мой взгляд, тоже вопрос. Вот. Повторюсь… Повторюсь, я повторюсь Не совсем понятно, как именно общается ваш ребёнок с этим, ну, человеком, с этим мальчиком. Вот это не совсем понятно вообще. Понимаете, какая штука. Я говорю о том, что может быть такая ситуация, что для них это нормально. Понимаете? Ну, вот такая модель общины. Для вас это может быть ненормально, для вас нет, а для него это может быть нормально. Ну, вообще для них. Вот. Поэтому, конечно, решать только вам. То есть, если вы уверены в себе, если вы считаете, что так нельзя, ну, запрещайте. Только это приведёт к тому, что ваши отношения с сыном будут неминуемо портиться, а сам он не будет иметь возможности учиться решать свои проблемы самостоятельно и так далее. То есть, я бы сказал, я бы сказал, что в контексте жертвы, например, да, вот, я бы сказал, что вот в большей степени позиция, которую вы предлагаете, да, вот. Я бы сказал, что в этом контексте больше он является жертвой, на мой взгляд. Нежели чем он является жертвой, когда делает то, что хочет, когда общается с кем хочет, когда пребывает в отношениях, как их он хочет и так далее. Конечно, вам, как родителю, мы не имеем права советовать, ну, советовать что-то, да, мы не имеем права. Потому что это ваш фильм, потому что вы за него ответственны и так далее. Вот. Просто я хочу убедиться в том, что вы не решаете здесь какую-то свою проблему. Вот. Мне очень хотелось бы в этом убедиться, очень бы хотелось в этом быть уверен. Пока я в этом не уверен, к сожалению. Вот. И, значит, поскольку я в этом не уверен, то предлагаю вам посмотреть на это. То есть просто убедиться. Вот. Просто убедиться. Никто не говорит о том, чтобы позволять, да, там. Ну, просто убедиться в том, что вы как-то корректно, корректно эту ситуацию понимаете. Потому что оно в этом смысле. Запреты. Любые запреты. Не решают. Проблем. Никаких. Никаких и никак. Потому что, ну, что такое запреты, да, это. Просто насилие, это принуждение. Тогда. Вот. Попробуйте по этому увидеться. Вот. Эта ситуация вас саму как-то задевает, вас саму как-то напрягает. Вот. Если да, то лучше чем? То есть просто чем вас это напрягает? Чем и когда это вызывается? Вот. Что вы сами как-то, ну, думаете по этому поводу, да? Какие у вас мысли возникают по этому поводу и так далее. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовый постилат для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Вот. Обращайтесь. Не дотягивайте. Потому что ситуация, как я понимаю, напряженная. Вот. Не дотягивайте. Мы вам помоем. Перемьтесь. Продолжение следует...